Приветствую вас. Во-первых, хочется рассказать сразу о том, что мнения психологов будут разные в зависимости от школы психологической. И поэтому говорить о том, что какое-то мнение будет правильное, ну я бы на самом деле не стал. Потому что, в принципе, каждый психолог со стороны своей школы психологической, он прав и можно рассматривать то мнение, которое вам подходит наилучшим образом, да, то есть либо ориентированно на чувства, либо на разум, либо на непосредственно... Так сказать, навыки, да, то есть деятельность. То есть когнитивный, чувственный и деятельностный аспект. Вот так. Это первое. Второе. Я думаю, что поддержу своего коллегу в том, что он говорит, что вам не нужно тестировать психолога и вам не нужно заниматься поиском других мнений. Если вы уже работаете с кем-то и если вас устраивает, то лучше работать дальше. Далее. Ну, стосин это, безусловно, здорово. Но это никак не первопричина. Это никак не ядро проблем. Потому что ядро проблемы, оно в том, что вы много фантазируете, много мастурбировали раньше и много смотрели соответственных видео. То есть здесь у вас есть определенные проблемы. То есть, что вы медленный, медленный, скрытный, замкнутый и так далее, и говорите только по делу. Свидетельствует об определенных запретах. Я полагаю, что у вас такие либо очень строгие родители, либо наоборот очень мягкие, скажем так, гиперопекающие, гиперзаботливые. При этом, при всём, что они могут быть разными, да, при этом, при всём, я более чем уверен, что и в том и в другом случае вам содержался запрет. Запрет. Запрет именно на близость. То есть, как, ну, близость, как, значит, эмоциональную с людьми. Потому что, может быть, родители позиционировали себя как самыми, ну, как самые лучшие. Либо близость сексуальную, потому что родители, ну, запрещали вам... Не стимулировали вас к тому, чтобы вы развивали своё сексуальное поведение и, скажем так, свою мужественность. Свою мужскую модель поведение. Это значит, что ваша мама либо полностью не была женщиной для вас. Либо она была женщиной с очень сильно подавленной сексуальностью. То есть, это вот её подавленная... Её подавленная сексуальность, она проявляется в вас. Ну, по факту. Вот именно... Как это... Видится мне... По крайней мере... Ну, по крайней мере, как это видится мне. И... На мой взгляд... Вам... В этой... В этой... Ситуации... Нужно исходить именно... От этого. То есть... Именно от того... Что... У вас нет мужского поведения. Далее. Фантазии. Фантазии. Начнется. Ну, помимо того, что... Фантазии... Это, по сути, бег. Ну, чтобы... То есть... Избегаться. От... От... Проблем. Каких-либо. Фантазии. Это ещё и... Сублимация... Нереализованных желаний. То есть... Вот у вас у нас не был секс. Эээ... С девочкой лёгкого поведения. А почему с девочкой лёгкого поведения был... Эээ... Секс? Потому что вы не считали... Не считали себя... Достойным. Да? Наверное... Того... Эээ... Эээ... Чтобы... Эээ... Быть с девочкой... Эээ... Как бы... Ну... Нелёгкого поведения. То есть... Вполне вероятно, что у вас есть сомнения. Сомнения в себе. Ээ... Неуверенность в себе. Непринятие в себя. Ну и наверное, как я уже сказал... Эхэ... Запрет на... Эээ... Значит... Эмоциональную и сексуальную близость. Так по крайней мере это видится на неё. И вот, с тем, с тем, как, кто и почему запретил вам эту близость, и нужно разбираться. Потому что стосен, если он и есть, то это производная, производная от того, что с вами происходило до этого. Понимаете? А что касается, значит, советов, то здесь я рекомендую вам меньше времени уделять, значит, именно половым связям, да, то есть договариваться с девушками о сексе, вот это все, меньше этому уделять внимания. И больше внимания уделять именно эмоциональным связям. То есть вполне вероятно, что вы не можете получить удовольствие и наслаждение, потому что вы не расслаблены с девушкой. Опять же из-за того, что вам тяжело сближаться с людьми. Ну, вообще, просто тяжело сближаться с людьми как таковыми, вот. И вы не можете получать удовольствие от взаимодействия с, например, малознакомой с девушкой, допустим. А на эмоциональную близость, настоящую эмоциональную близость, да, ну, которая бы вот действительно принесла бы вам наслаждение, вы на настоящую эмоциональную близость не готовы. То есть вы не то, что даже не готовы, вы, может быть, хотели бы, но не можете, либо не знаете как. Вот. А для того, чтобы, значит, проявлять эмоциональную близость, для того, чтобы реализовать ее, нужно сперва принимать себя. А поскольку вы скрытный и запнутый человек, то нельзя говорить о том, что вы себя принимаете, к сожалению. И именно в этом и заключается ваша проблема. По крайней мере, так как я видел их. То есть фантазия, это, соответственно, избегание. То есть вы убегаете от чего-то, я не знаю от чего, но от чего-то вы избегаете. Убегаете, точнее. Убегаете, точнее. Вот. Возможно, от проблем в отношениях, ну, в семье вашей, я имею в виду. Вот. Возможно, от чего-то еще, вот, вы убегаете. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. С этим надо разбираться. Дальше. Значит. Вы не только не уверены в себе, но, очевидно, здесь могут быть и физиологические причины проблемы. Поэтому здесь я, пожалуй, поддержу коллегу своего и скажу, что он прав, коллега. И что вам действительно имеет смысл попробовать заняться спортом, попробовать, значит, более активный образ жизни вести, хобби, ну, заниматься хобби. И так далее. И расширять свой кругозор. Существенно расширять свой кругозор. Потому что только через расширение кругозора вы можете, ну, рассчитывать на то, что у вас будет какое-то общение, что вы сможете как-то взаимодействовать с другими людьми, ну, на равных. Вот. Вы говорите, я медленный и слабый парень. Что это значит? Это очень оценочное осуждение. Вот. Ну и плюс вы вешаете на себя определенные ярлыки, да, что вы амбиверст и так далее, и так далее, и так далее. Я бы не сказал, что вы амбиверст. Я бы вообще не сделал бы таких выводов, потому что это может делать только психолог. Судя по вашей активности, вы не амбиверст. Потому что вы хотите общаться, хотите активной половой жизни, хотите, наверное, чего-то еще. Не амбиверст вы. Понимаете? Так что нужно разбираться с этими вещами. Я не знаю, о чем вы разговаривали с психологом и над чем работали, но нужно, чтобы вы серьезно занялись именно вот своими представлениями о себе, и своими ориентирами, ценностями и приоритетами. Потому что, ну честно сказать, вызывают сомнения ваши приоритеты. То есть, грубо говоря, на что вы нацелены, да, на секс или на все-таки построение именно близких эмоциональных отношений, где человек будет вас любить и принимать таким, какой вы есть. Но мне кажется, что сейчас вы ориентированы больше именно на секс, а не на подобного типа отношений. И естественно, что в сексуальные отношения чистые вступить вам тяжело самому сразу. Потому что для этого нужна новая уверенность в себе. Вот. А ее у вас нет. И отсюда, собственно, такая проблема. И тот тупик, тот тупик, который вы сами себя загнали, да, то есть когда вы говорите, что вот я там жертва, жертва, у меня ничего не получается. Вот. Этот тупик вполне может быть продиктован тем, что у вас есть определенная программа. Определенная программа по доказыванию себе, что вы ничтожны, что вы ничего не можете, что вы ни с чем не справитесь, что вы ни на что не способны и так далее. И данная программа, данная установка, данный сценарий, по которому вы по факту работаете, ну вот, сейчас. Данный сценарий может быть предусмотрен вашими родителями исключительно имя и только имя. И если это так, то разбирать вам необходимо сперва именно это. А уже потом все остальное. Знаете? Какая история. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, надеюсь, что помог вам хотя бы немножко. Потому что опять же здесь, понимаете, я поддерживаю своего коллегу в том, что достаточно личная, именно личная, интимная проблема у вас. И, на мой взгляд, мне нужно разбираться очень деликатно, очень аккуратно, чтобы еще больше вам не навредить. Я говорю это не для того, чтобы вы обязательно нас же находите к психологу, нет. Я говорю это потому, что по-другому. Проблему вашу не решишь никак. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.